Откуда радость у людей? Сегодня праздник, праздник! Один из основоположников литературного татарского языка, второй после Пушкина. В год столетия республики Татарстан в Челябинске установили памятник Габдулету Каю. Поэт и прозаик жил на рубеже 19 и 20 веков. Идею скульпторы из Златоуста вынашивали почти 7 лет. Было несколько вариантов. Был образ такой в сапогах, более по моде того времени. Но выбрали такой возвышенный, потому что на самом деле Габдулету Каю, хоть он и достаточно бедно жил, болел и так далее, но все равно пытался быть модником. И поэтому есть фотографии, где он с шикарным бантом. Примерно три месяца понадобилось мастерам, чтобы превратить эскиз в бронзовый монумент. Скульптура в высоту 2 метра 20 сантиметров. Мы вдохновлялись, конечно, мы. Мы слушали стихи. Мы слушали стихи на русском. Поэт, он масштабный, он величина, он глыба. И он первый, кто на татарском языке стал писать стихи. Они трепетные, нежные. К обращению с женщинам нежность, любовь. Деньги на монумент присылали татары со всей страны. Свой вклад в изготовление скульптуры внесло руководство республики и Челябинской области. На открытие памятника приехал президент Татарстана Рустам Миниханов. Немного с опозданием вылет из Казани пришлось отложить из-за тумана. Горгулат Укай – это он один у нас. Он не только для татарского народа, он для всего тюркского народа. Это человек, который очень много сделал для того, чтобы продвигать татарский язык. Он какое-то время провел в Троицке и ехал в Троицк через Челябинск. Поэтому мы тоже считаем его человеком, который был связан и с нашей южноуральской землей. Первые лица Южного Урала и Татарстана отдали дань уважения и Мусе Джалилю. Памятник поэту установлен у Камерного театра. Мария Минина, Андрей Грещук, 31 канал.